Ребят, всем привет! Сегодня мы опять в поиске брошенных автомобилей и заброшенных гаражей. Но начнем этот день с осмотра заброшенного автомобиля. Перед покупкой авто мы всегда пробиваем автомобили в номерограмме. Вот, например, сейчас мы приехали на осмотр вот такого прекрасного гольфа. Машина в идеале долгое время стоит во дворе, и хозяйка не может определиться с ценой, за сколько ее продать. Вводим номер в номерограмм. И теперь мы видим периоды регистрации, фотографии. И самое главное, мы видим среднюю цену на рынке. Отталкиваясь от нее, теперь мы можем спокойно поторговаться с продавцом автомобиля. Свою цену мы объявили, хозяйка будет думать. Ну а вы пишите в комментариях, во сколько вы оценили бы этот автомобиль. Оформите в Альфа-банке кредит от 4,5%. Сегодня у нас еще есть заявка на полный разбор гаража. Едем на место и приступаем к работе. Здесь типичная история. Были арендаторы, 3 месяца заплатили, потом задолжали за полгода и пропали в недельском направлении. Хозяином гаража было принято решение скрыть гараж и все выкинуть. И сдать его опять. Заходим, смотрим, что нам досталось на этот раз. Гараж, заваленный всяким хламом. Коробки с какими-то бумагами. Старый телевизор. А вот эту вещицу надо будет посмотреть поподробнее. Вряд ли она на ходу, ибо ее здесь не бросили бы. А покатались бы. Как раз только сезон закончился. Какой-то станок. Ну, а сейчас посмотрим все подробнее. Здесь нетипичный гараж без стенки с соседом. В свое время, в 90-х, возможно, у двух гаражей был один хозяин, но потом его пытались разделить. Но сил не хватило, видать. Поэтому из этого гаража можно пройти к соседу. Здесь ремонтируется Audi 80. Старенькая бочка. Но мы туда не пойдем. Будем разбирать то, что есть у нас. Из непонятного значения станок видно со стройки. Привезли, бросили. Надо будет погуглить и понять, что это такое. Но кто знает, кто уже видит, что это, пишите в комментариях. Сварочные электроды. Перчаточки новые как раз нам пригодятся. Скутер Honda. В ящике присутствуют какие-то запчасти на него. В прошлый раз, когда мы скрыли гараж мотоциклиста, ссылочка у нас будет вот здесь, кто не видел это видео, у нас мототехника очень быстро продалась. Кто-то покупает на восстановление, а кто-то на запчасти. Советская скороварка. Станок. Устой кейс от Интерскола. Трубковый телевизор Самсунг, который нам будет просто выкинуть и все не забыть. Удивительно, для чего люди их вообще хранят. И большая куча бумаг. Так, бумаги. Какой-то фирмы, накладные. 2008 год. Роба с надписью Тихвин Маш. Тихвин, если я не ошибаюсь, у нас маленький город под Питером, а может и не маленький, но под Питером точно. Пол гаража у нас занимают старые архивы. Вот здесь как раз видим надпись договора 2006 год-2010. И батареи. Их здесь очень много. Упакованные. Ну, на первый взгляд, непонятно, новые они или нет. Возможно, где-то демонтировали, хотели куда-то их применить или продать, но так в итоге бросили, и они валяются. Ящик с каким-то содержимым. Сейчас посмотрим, что внутри. Здесь у нас печатная машинка. 91-й год. И даже без названия. Ящик под зипы. Железный. Отражатель от рецепа. Свечи. Железный ящик. Возможно, это стеллаж или какая-то стойка была. Вот здесь появится название. Шкаф телекоммуникационный. Катушки с кабелем. Похожи на UTP, но это не UTP. Кабель потолще. Сигна Макс. Кабель на основе витой пары. Да, четыре пары для внутренней прокладки. Три катушки я вижу. Раз, два, три. Практически целый новый стульчик. Вот здесь, наверное, жили кольца. Уже всё порвали. Ещё в кабеле – это слаботочка. Обогреватель. Гофра. Гофра. Динамометрический ключ. Вот это, похоже, на водонагреватель большой. Ещё два обогревателя масляных. Легран. Легран, Легран – это большой электрический щиток. Стиральная машинка. Эврика 86. Ещё провода. Вот этот провод довольно-таки неплохой. Красный, медный, толстый. Уманский завод, медумаж. Так, мегометр. И большой мешок с видеокассетами. Посмотрим, что нам досталось на этот раз. Железный стояк. Скорее всего, пособие для сантехников. А вот тут ещё есть про животных. Мокрые киски. Наверное, моржи. Сейчас загрузим макулатуру. Вывезем всё это дело. А потом уже приступим к разбору жилетных шкафов. Так как на данный момент сейчас там не развернёшься. Теперь мы сможем ввести сразу очень много мусора. Под коробками мы увидели старые радиаторы. Их кто-то использовал как палеты. Бывают случаи, когда даже бегемот кажется маленьким. Мы скидали целую машину макулатуры. Вес очень большой. Килограмм 300 точно есть. Сейчас поедем на приёмку. Всё это дело сзади. К сожалению, нам не удалось поснимать сдачу картона. Не разрешили съёмку ввести. Но мы скажем, что у нас получилось. Итого вышло. 280 килограмм по 6 рублей. На 1680 рублей. Такой низкой ставки ещё не было. Кредит в Альфа-банке от 4,5%. Получите деньги уже сегодня. Вот оно как оказалось, Михалыч. Это два больших клеткореза. А мы думали, что это один какой-то станок. Когда стали разбирать, хотели погрузить. Всё это дело выяснилось. Сейчас проверим, если эта штука работает, то нам повезло. Тут подключается ещё вода. Вот шланчик есть. И вилочка на 220. Подключили электричество и проверяем. Вывезли пол гаража бумаги и батареи. Как вы знаете, американцы закрыли свою тюрьму в Гуантанамо. И вот этот заключённый привёлся к нам. Давно уже с нами работает. Но мы же к нему привыкли. Хорошо помогает. Размираем полки. Их так необычно свалили. Да, их реально необычно свалили. Они просто попадают по голове. Видим. Самовар. Настоящий. Нет, не настоящий. Уже с теном. А вот здесь ещё один самовар. Походу мы нашли коллекцию самоваров. Может быть это как раз тот золотой самовар, который выплавили из куска золота и хотели вывезти в гальницу. И продать его там. Тоже с теном. А тут ещё чайник. Тоже золотой. Легрант. Какие-то запчастюли по электрике. Трестная коробочка. Бритийный станок. Браун. Оснастка под розетки. Рамка. Пакетик. Со скрепками. Хотя похоже не на со скрепками, а с патронами. Вот мелкашки. Патрончики. Да. Мелкого калибра. Ещё большой патрон. И ещё две коробки. Телефон. Под старину. Наверное под старину. Ретро. Сделано в СССР. Знак качества. Какой год? 1984. И шильдик 2410. Ещё коробочка со стекляшками. Сейчас открою её. Вот здесь. И посмотрим. Какая-то утварь из дома. Рыбки. В хорошем состоянии. Или рюмочки. Что это? Может быть, что-то было декоративное. Покрывалка. А здесь рог. Какого-то животного. Ещё один рог. Блюдечки. Ложка-вилка. Мельхиоровая. Рыбок. Целый набор. Ещё один пакет с блюдечками. С красивыми вазочками. Из латуни. Тут даже есть ценничек. 10 рублей. Паспорт от фотоаппарата. Zenith 12XP. Старые сломанные прожекторы. Но их только если сдать в червец. Лампы. Если они новые, то их вполне можно будет продать. Сейчас надо проверим. Да, новые. Philips. Ещё карабасик. С лигрантом. Точно. Барахло с дома. Пуговицы. Патрон. Целый. Скорее всего, сплоша. Бритвы советские. Биг. Были довольно-таки неплохие. Как говорят знающие люди, в таких баночках можно найти даже золотое колечко. Бабушки все скидывали туда. Но нам ни разу не попадалось. Ну что ж, пришло время разобраться с нашим мопедиком. Внимательно изучив и осмотрев это транспортное средство, стало понятно, что это японский мопед. И по номеру рамы, которая у нас находится в этой области, стало понятно, что это Honda Jurno в 24-м кузове. У него карбюратор, который, видимо, был на данный установлен. Неплохой вариатор. Даже новый ремешок. Амортизатор задней, пружиночка. Удуставшие. Тут даже есть некое запутевание. И, естественно, на мопеде имеются ключи. И даже у нас нашелся кривой стартер. Берем стартер. И запускаем наш штырчик. Кстати, он даже без клинов. Колено у нас прокручивается. Пытаемся оживить Фунгенштейна. Вот так. Примерно в одном положении. Давай. Он завелся. Даже палился. Он завелся. У нашего мопедика слишком большие полостые оборота. Это свидетельствует о том, что у нас либо неправильно настроен карбюратор, либо вовсе он у нас неисправен. В принципе, моторчик у нас запускается. Если немножечко поделить вне время нашему мопеду, то его, скорее всего, можно будет подать школьникам таким же, как и я. Может быть, тысяч за 10-15. Пластика нету, но такие же модели стоят где-то в районе 30-45 тысяч. Кстати, Никита присмотрел себе вот такое BMW. И практически его купил. Проверял по базам, но по другим базам машина не видна, какая она была до настоящего момента. Хорошо, что я ввел номер в номерограмм и проверил ее. Увидел и просто офигел. Как хорошо, что Никита не успел купить этот автомобиль. Вбивайте в стори номерограмм и пробивайте этот номер. В такой ситуации может оказаться любой из нас. Лучше один раз проверить и потом спокойно купить автомобиль. И еще коробки с леграммами. Опять какие-то. Переходники монтажные. Но это потом все посмотрим, отдельно подкакируем. Стекло. Яйца пасхальные. Яйца деревянные. Сервис. ГДР. Вот это уже поинтереснее. Тарелки. Это уже разбито. Чашки. О! Мы нашли маленькие рыбки, а теперь мы нашли большую рыбку. Теперь у нас пазл сложился. Вот эта большая рыбка стояла в середине, а маленькие были вокруг нее. Полный набор. Целая антресоль разномастной посуды. Еще посуда. Стаканчики. В общем, похоже на то, что родственники освобождали квартиру после бабушки или дедушки. Древянные ложки. Наверное, в каждой семье советской были такие ложки. У меня точно. И были, и они даже еще лежат. Горшочки. И еще какое-то стекло. Еще коробка с тарелками. Коробка целая. Была куплена про запас. Ей, наверное, не пользовались. Дулева. У СССР. Все новое. Картина в карандаше лежала очень давно. Арбат. 90-й год. Друзья, привет. И как я понял, что вы по мне очень сильно соскучились. И ты мне дашь информацию, что разбирается гаражик, в котором, возможно, стоял автомобиль. Если мы покопаемся в этих детолях, и я дам свою некоторую экспертную оценку в ценности тех или иных запчастей, мне кажется, что тут стояла Волга. Достаточно просто. Тут у нас лежат щетки дворников от Волгария. Ну и, конечно же, у нас есть тут щеточка дворников также от Волги, но, видимо, от более поздней, потому как у нас тут метод крепления другой. И щетка от Запорожца. Сверху, как обычно, у нас лежит большое количество хлама. Тут у нас имеется гофра красного цвета, которые можно использовать по прямому назначению. Есть кабелечек, который можно взять на медяшечку. И в углу у нас лежат детоли от Волги. Количество двух штучек. Это у нас нижние щеки передних крыльев, которые, естественно, у нас обработаны антикором, замоверены детом. Если не изменяет память, то, возможно, они не стояли на машинке, потому как у них даже есть следы заводского коричневого грунта. В том же углу у нас имеется два локера, также от Волги, или это один локер, хотя они сдружились, но они бэушные. На верхней полочке у нас есть деталь отличная от Волги, но она в убогом состоянии. Решёточка АС ВАЗ-2103. На нижних полочках у нас, как обычно, располагается большое количество атрибутов для обслуживания любого советского автомобиля. Например, у нас тут есть бутыль со смазочкой, которую даже сейчас можно использовать на прямом назначении. Возможно, литольчик, можно заспрецевать корень на любимой Волге, либо закассивировать любой из своих болтов. Инородные вещества. Это у нас механические муфты для отключения привода в простонародье хабы. Даже смазанные, заспрецованные, возможно, исправные. На одном, к сожалению, нет у нас крышечки, которая является как раз-таки пусковым механизмом. Чехол от классики на рычаг при включении передач. Большое количество лакокрачечных материалов, которых уже не получится использовать. Ну, про срок. Также тут у нас имеется пара противотуманных фар, нужного размера, которые можно будет установить на бегемота. Но, так как они советские, а на американскую машину только нужно ставить американские детоли. Серебряночка в нужной таре. Видимо, кто-то когда-то ее разбавил, предварительно употребив содержимое. Но, как не дошли руки для покраски штампов, забора. Ну, чем обычно красят серебряночка. Разобрали ящики. Ничего интересного в них не было, кроме плитки, которую мы выкинули. Ящики самодельные. Вот здесь люди высверливали звезды. Наверное, это была вентиляция. Но получилось красиво. Правда, никому это уже не надо. Вот здесь одно колесо одинокое. 245-40-R20. Оно, правда, очень дубовое и очень старое. Поэтому, наверное, поедет на помойку. Когда разбираешь гаражи, всегда хочется понять, какая машина здесь стояла. Запчасти от «Улга» вы уже видели. Теперь мы нашли старый древний протокол от 99-го года. Техосмотр от 99-го года на... На какую машину-то? На девяточку. И руководство по эксплуатации тоже на девяточку, но на чешском языке. Скорее всего, эта машина шла на экспорт. В самом дальнем углу приютился станок. Он же пресс винтовой для выжимания сока. Делали такие прессы в городе Орехозуево, Московской области. Еще вот в таком красивом чехольчике нашли винтажный монитофон «Санья». Наверное, он рабочий. Единственное, что нет витарей. Осталось вывести чермет, немножко подсобрать мусор, подмести, и гараж готов. Новая коммутационная стойка. Сдаем на металл. Пару раз их находили, закидывали на продажу, но они не продаются. Даже за две за три тысячи они никому не нужны. Вот они, легкие деньги. Закидали полмашины чермета и выдвигаемся на приемку. По нашим подсчетам, килограмм двести здесь должно быть. Уже в ночи приехали на приемку, собрали все пробки. Сразу заезжаем на весы. Приемка полностью заполнена. Видно, копанный металл. Но, я думаю, что мы найдем место, где разгрузиться. Наш общий вес 2 тонны 800 килограмм. Ровно. Итоги нашей сдачи. 300 килограмм чермета по 16,5 рублей. А плюс мы сдали немножко алюминия и медные провода сразу. 5 тысяч 700 рублей. Такой низкой ставки еще не было. Кредит в Альфа-банке от 4,5%. Получите деньги уже сегодня. Гараж чист и полностью готов. Закрываем и едем дальше. И не забудьте скачать приложение Мирограмм по ссылке в описании под видео. Это приложение избавит вас от большой головной боли при покупке поддержанного автомобиля. Убивайте этот номер и смотрите, как возрождаются автомобили из пепла на продажу. А на этом мы с вами прощаемся. Будем сортировать вещи и попытаемся на этом заработать. Всем удачи. Всем пока.